Восемь утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Карачаево-Черкесия. С вами Светлана Шаганова и Руслан Куркмазов. Если мужчина считает, что он слишком много платит алиментов, то какие документы надо предоставить? И кому предоставить? Начинаем, поехали! Дешевые доллары и евро, кредиты с низкими процентными ставками в Московском индустриальном банке. Вас ждут по адресу Черкесск, проспект Ленина, 71. И сегодня в субботу они работают. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. У нас сегодня очень полезный гость. Мы поговорим о мужчинах, которые не платят алименты. И о женщинах, которые вынуждены в одиночку растить брошенных отцом детей. Переносимся в гостиную телеканала «Россия-1» и узнаем, что за акция в Крачево-Черкесии, которая называется «Судебные приставы детям». Итак, я представлю нашего полезного гостя. Это Ида Владимировна Нирова. Доброе утро. Доброе утро. Представьте, пожалуйста, свою должность, потому что она у вас очень длинная и сложная. И мы хотим, чтобы вы ее сами выговорили. Хорошо. Старший инспектор отдела организации исполнительного производства, исполнительного розыска и реализации имущества должников Управления Федеральной службы судебных приставов по Крачево-Черкесской республике. Скажите, пожалуйста, много ли у нас сейчас мужчин, которые не платят алименты? Значительное количество, естественно, составляют алиментно обязанные лица – это мужчины. Порядка 1200 должников в сравнении с женщинами. А женщин сколько? Женщин около 150 должников. Давайте поговорим о мужчинах. Понятно, что он бросает семью, уходит к другой, и, естественно, не платит алименты, и вы этим занимаетесь. А каков портрет женщины, которая не платит алименты? И вообще, как такое случается, что женщину обязывает государство платить алименты? Ну, единого портрета, наверное, нет у женщины, которая не платит алименты. У каждой такой женщины, наверное, есть мужчина-болшенка. Да, но тут ситуации бывают абсолютно разные. Ну, индивидуальные, у кого вот какая ситуация. Но в основном эта женщина 35-40 лет, ведущая социальный образ жизни, злоупотребляющая спиртными напитками, не имеющая постоянного места жительства, работы. Но при этом у нее есть, наверное, бывший муж и дети, которых она бросила. Получается, по решению суда ребенок остается с отцом, да? Не всегда. Не всегда, да. По решению суда ребенок находится в детских учреждениях. И получается, а кому она тогда платит алименты? Ребенку своему, который является же взыскателем, потому что лишение родительских прав не является основанием для освобождения от уплаты алиментов. А кто заявляет? Могут заявлять органы опеки и попечительства, а также учреждения детского, ну, того детского учреждения, в котором находится ребенок. То есть, если мать-кукушка, она просто так улететь не сможет? Конечно, нет. Скажите, вот если у мужчины трое детей, да? И как бы на всех троих он платит алименты. Вот. И сумма, получается, немаленькая. А у него, может быть, и вторая семья, которую кормить надо. На что ему жить? И как бы он приходит и говорит, меня это не устраивает, как можно уменьшить эту сумму выплаты. Возможно ли это? Куда он должен обратиться? В соответствии с действующим законодательством это возможно. Он обращается к судебному приставу-исполнителю за постановлением о расчете задолженности, с которым он может обратиться в суд. Также суд рассматривает и учитывает все жизненные обстоятельства. Это может быть у него на содержание другие несовершеннолетние дети, или, может, совершеннолетние, но нетрудоспособные дети. Или иные лица, которые находятся у него на иждивении. Также, если у него тяжелое заболевание, то суд тоже это учитывает. То есть, получается, если мужчину не устраивает размер алиментов, он должен гневаться не на вас, а идти в суде решать вопрос? Да, все верно. И его мать должна проклятье не в ваш адрес отправлять? Нет. Теперь такой вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, все-таки у судебных приставов есть ли какие-либо полномочия как-то корректировать судебное решение? Вот, к примеру, многим кажется, что надо к судебному приставу пойти, как-то договориться. Вот, допустим, вы моя двоюродная сестра, и хотите мне помочь, чтобы меньше взыскать. Вы можете без решения суда это как-то сделать, чтобы ей меньше денег досталось? Нет, конечно. То есть к вам подкатывать нет смысла? Ну, это ошибочное мнение, потому что судебный пристав-исполнитель, он исполняет требования, указанные в исполнительном документе. И калькулятором вы не можете регулировать эти цифры? Нет. Скажите, а есть такие случаи, когда мужчина выплачивает алименты на трех и более детей? Конечно, даже и более пяти есть. То есть он может бросить пятерых детей и уйти к другой? Да. Но не обязательно. Не обязательно к другой. Да. Можно и самому пожить отдохнуть. Уважаемые женщины, чем больше вы рожаете, тем меньше шансов, что он у вас дома останется. Даже пятерых бросают. Вот, теперь у меня такой вопрос. Если мужчина официально работает, естественно, там изыскать алименты очень легко. Карточку заблокировал и, пожалуйста, салам алейкум. Но бывают же случаи, когда он не работает и алименты не платит. Тогда он получается вольный сокол и пять детей пусть голодными будут. Какая вообще ответственность есть? Ну, в любом случае, судебный пристав исполнитель применяет к алиментно обязанному лицу все меры, предусмотренные федеральным законодательством об исполнительном производстве. Это обращение взыскания на денежные средства, находящиеся в банках или иной кредитной организации. В банке у него ничего нет. Дальше. Хорошо, допустим. Потом это обращение взыскания на доходы. Доходов тоже у него нет. А, да, у него серая зарплата. Это наложение запретов на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Да, у него машина на брат оформлена. Дальше идем. Это наложение запрета на регистрационные действия в отношении недвижимости. Всё на маму оформлено. Это временное ограничение в управлении транспортным средством. Вот. То есть, получается, всё-таки есть какой-то рычаг. Конечно. Вот теперь давайте про это. Вот, допустим, мы с точки зрения вот этой бедной несчастной женщины с пятью детьми, которую бросил он и умотал. Если машина на брата оформлена, дом туда-сюда, то, получается, он даже таксистом не сможет работать, потому что вы его права заблокируете. Да. Совершенно верно. Давайте так сделаем. Многие умудряются таксовать и без прав. Такое тоже бывает. Но это не ваша компетенция. Если он вообще не хочет таксовать и садиться за руль, просто лежит на диване и наслаждается телевизором. Допустим, тоже такая ситуация. Да, вот в этой ситуации что делать? Ну, ограничение в управлении транспортным средством его как бы это не пугает. Да, да, да. Потом судебный пристав-исполнитель может ограничить его в праве выезда за пределы Российской Федерации. Я вас умолю, многие за пределы Черкесии не выезжают и прекрасно живут. Если без уважительных причин должник не платит алименты два и более месяцев, то судебный пристав-исполнитель применяет меры сначала административного, а затем уголовного воздействия. А давайте сейчас административно на этого диванного генерала как можно воздействовать? Что он может заплатить? Ну, административно должник привлекается по статье 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях. Ну, это вот не в деньгах. Он, значит, привлекается к обязательным работам, это до 150 часов, либо к административному аресту до 15 суток даже, потом либо к штрафу до 20 тысяч. Вот. Давайте вот сейчас тоже разграничим, потому что мы должны все по полочкам расставить. Принувительно его заставить работать возможно? Вот придут судебные приставы накаченные и скажут, так, давай, пошли подметать. Это так происходит? Он же добровольно подметать не пойдет. Ну, к сожалению, нет. Но в таком случае можно заменить обязательные работы уже арестом. А теперь давайте об уголовщине поговорим. Все-таки когда его с этого дивана переселят на нару? Ну, вот привлечение к административной ответственности, это является приюдицией для дальнейшего привлечения уже должника к уголовной ответственности по статье 157 Уголовного кодекса. Если вот должник после того, как его привлекли к административной ответственности, продолжает дальше не платить алименты... То есть полезно привлекли. Да. То он уже привлекается к уголовной ответственности, заводится уголовное дело. И сколько он может получить? Ну, самое большее он может получить до одного года лишения свободы. Бедные мужчины, хочу сказать, в защиту мужчин. А бывает так, что их искусственно вгоняют вот в эти алименты, вот в эти долги. Я знаю несколько примеров, когда женщины-охотницы выбирают себе мужья состоятельных мужчин, то есть с высокой заработной платой, и на будущее, уже зная, что они родят от него ребенка, подадут на алименты, не будут работать и получать хорошую сумму в месяц. Да, мы знаем таких. Кстати, есть и такие случаи, да. И очень часто страдают люди в погонах, потому что у них большая зарплата. Да, и страдают мужчины, кстати. А мы говорим сейчас, вот бедные женщины, бедные женщины. Мужики тоже бедные, так что будьте бдительны. Но в полномочия судебного пристава исполнительно не входит проверка. А вам лично жалко мужчин? Вот скажите, пожалуйста. Вот бывает, что вам жалко мужчин? Нет, мне жалко детей. Теперь скажите, пожалуйста. Вот административное воздействие на должника, который на диванного генерала, не действует. Но если даже он пойдет в тюрьму, пусть даже годик там посидит, он выйдет оттуда, он не будет продолжать сидеть. И что, периодически будем его отправлять с дивана на нары? Ну, закон позволяет повторно привлекать должника к уголовной ответственности по статье 157-й хоть сколько угодно. А то есть получается, если даже должник выйдет на пенсию, вы будете с него взыскивать уже в пользу взрослых детей? Бывают такие случаи? Понимаете, в таком случае, если ребенок в рамках исполнительного производства достиг совершеннолетия, то судебным приставом-исполнителем выносится постановление о расчете за должности, который в последующем будет являться исполнительным документом, и прекращает исполнительное производство в связи с достижением ребенка совершеннолетия. Долг не списывается? Долг не списывается. На основании вышеназванного постановления возбуждается новое исполнительное производство. Но это уже не взыскание алиментных платежей, это уже будет взыскание задолженности по алиментам. То есть уже периодические платежи не начисляются, а взыскивается образовавшаяся задолженность по алиментам. То есть, уважаемые дети, получается, если ваш отец сейчас не платит вам алименты, вы можете вырасти и потом с его пенсии удерживать? Да, выходит так. Все-таки желать здоровья и долголетия своему отцу, должнику по алиментам, все-таки стоит. Спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»